О жизни и творчестве, о том, как бушевала музыка внутри Петра Ильича Чайковского, об этом рассказала посетителям второго филиала библиотеки Ивантеевки почётный гражданин города, заслуженный работник культуры России Надежда Карпова. Она поведала о том, как работал над своими произведениями гений русской классической музыки в Клину, где жил и творил последние два года своей жизни. В частности, здесь Чайковский работал над шестой симфонией, патетической. Симфония явилась в музыке выражением итога жизни, всей жизни человеческой. Она так построена, что начинается там музыка условно, детство человека, юность его, светлое, романтическое, в виде варса он изобразил, дальше борьба человека в жизни с невзгодами, с трудностями, борьба добра со злом. Но в отличие от классической формы симфонии, это произведение Чайковского завершается медленно и даже траурно, в характере скорбного монолога реквиема. Вот так Чайковский изобразил музыки рождение и уход человека. Также Надежда Карпова поведала о том, как любил композитор природу России. Этот лейтмотив Пётр Ильич выразил в фортепианном цикле «Времена года». Для полного погружения в лирический мир прозвучал отрывок из этого произведения. Слушатели также смогли насладиться и другими фрагментами музыкальных произведений одного из величайших композиторов в истории.